Но зато там очень душно всегда, ну вся Вена душная и по своим традициям, но в принципе он самый лучший и очень престижный, если там, так сказать, принимают, то, в общем, невозможно представить себе, чтобы, исполняя музыку немецко-австрийскую, там, я не знаю, Моцарт, Шуберт, Брамс, Топ-Бетховен, А если это принято в русском исполнении, то тогда просто смешно, чтобы это не приняли в Лондоне или в Нью-Йорке, ну просто смешно, но все равно, что если у нас примут, как иностранец исполняет музыку Чайковского, то смешно, если его бы в Зальцбурге за это поругали, ну просто глупо, вот. Поэтому в каждом зале есть такой, например, самый, что ли, престижный для меня, для лично зал, это Московская консерватория, большой зал консерватории. Он, кстати, потрясающий по акустике, его и тоже очень красивый. Там есть тоже свой минус, там есть определенный нерв, потому что там, как бы, меня вообще, вообще с этого зала, там произошло самое главное в моей жизни, там впервые сольный альт прозвучал, и, в общем, это была точка отсчета. Поэтому для меня это память очень нервная, что ли, потому что, когда я добивался долга, чтобы мне его дали, бюрократия не позволяла выйти сольный, сыграть на альте. Поэтому я этим занимался несколько лет. И когда получил, вот есть свидетель, Володя Захаров, он до сих пор там в этом зале. 50 лет. Уже 50 лет, да, он там работает. Ну, тогда он был директором зала, да? А он и сейчас директор. Ну, и вот он подошел, говорит, ну, третий звонок. Я в артистической очень нервничаю. То есть, понимаете, важно знать, что я там играл уже много раз до этого, но играл либо с оркестром в качестве солиста, да, либо в ансамбле, либо, ну, тогда у нас старше меня, в общем, на два поколения были такие знаменитые люди, как Крэмор, как Спиваков, как Витя Третьяков. И я с ними уже играл, потому что им нужен был там альтист хороший. И для ансамбля. Или со Спиваковым концертная симфония Моцарта, или все квартеты Брамса с Третьяковым, или с Гидоном мы играли больше современную музыку. Мы играли премьеру Шнитке квинтета, мы сыграли премьеру, тогда я помню, А, Малера, фортепианного квартета. Но эта пластинка была запрещена, потому что он вскоре уехал. И она не вышла у нас, но на Западе она вышла. Вот. И так что вообще-то я там уже на этой сцене не раз был. И несколько премьер я сыграл дипломных работ. Студентов, композиторов, таких как Калистратов, как Андрей Головин. Даже однажды мне это помогло. Когда я опоздал на самолет в Германию, я понимал, что это очень большая беда. И я зашел в какой-то кабинет в аэропорту, я там носился, пытался как-то все-таки договориться, чтобы может другим рейсом или как. Вот. И попал в комнату, там девушки сидели и работали. Ну, в аэрофлот. И вдруг я увидел, что у них в этой комнате, в кабинете, висит календарь на следующий год. Очень красивый. Тогда редкость была глянцевая бумага. Вот этот такой огромный календарь на глянцевой бумаге. И сверху фотография большого, сцены большого зала консерватории. И я автоматически, конечно, посмотрел, там сидел оркестр симфонический. Я автоматически посмотрел, присмотрелся, что там, и вдруг увидел себя стоящего в качестве солиста, а дирижером была Вероника Дударова. Значит, это еще вот... И это меня спасло, потому что я сказал, вы, девушка, вы знаете, это я там вот стою. Значит, это было в самом начале моей деятельности, меня никто не знал вообще. Вот. Ну вот, это меня спасло, потому что они почему-то вдруг как-то зауважали меня, подумали, что я, наверное, родственник Кобзона, или не знаю. И, в общем, артист, типа знаменитый уже, да. И вот, значит, они меня отправили. А так это мне бы стоило карьеры просто. Потому что госконцерт меня бы съел, и там я бы потерял концерт, и это было бы очень хорошо. Так вот, значит, все это было, но выйти одному на сцену с пианистом, и все, два человека на этой сцене. То есть сольный концерт «Альта» в истории нашей страны был впервые именно в этом зале. И вообще в истории нашей страны, дальше я просто забегаю вперед, что я, потом у меня вот такое везение. Значит, получилось, что я оказался тем же человеком, тем же музыкантом, альтистом, который в истории практически всех стран первый это сделал. Я же не знал, что это так. Но получилось, что и в Карнеги-холе то же самое, и в Париже, и в Лондоне, и в Токио, и в Вене, и в Амстердаме. Вот про залы вы спрашивали. Прекрасные залы, концерт Геббалова, Амстердам, Милан, Ласкало, знаменитый театр, там тоже это впервые в их истории было. Ленинградская филармония, потрясающий зал, там тоже это было впервые. Но у нас в стране это все началось с опозданием примерно в 2-2,5 года по отношению к Западу. Там я уже регулярно играл, а у нас этому еще не верили, что это возможно, и говорили, что... Ну, потому что не было, поэтому невозможно. Вот, ну, поэтому я хочу сказать, что в каждом зале есть свое. В том же Ленинграде была такая настороженность, потому что Ленинград всегда соревновался с Москвой, в смысле даже школой и манерой исполнения. Поэтому там всегда сначала в штыки, так, из Москвы приехал, но затем, затем, если им нравилось, то, значит, раз потом приглашали, значит, нравилось. Ну вот, это я вам про залы отвечаю. А, конечно, я теперь запомню на всю жизнь, что такое Владивосток на палубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok